Доброе утро, дорогие мои любители керамики! Сегодня у нас с вами очень интересная встреча, правда? Обычно мы с вами встречаемся в мастерской, но сегодня за день до лета самое время выйти на природу. Тем более, что не восхищаться тем, что происходит вокруг, просто невозможно. И нам это сегодня будет очень необходимо, все то, что происходит вокруг, а это светение, это рост травы, это разворачивание листьев на земле. Сегодня я оказалась на улице, на природе, именно для того, чтобы насобирать материал. Потому что наша сегодняшняя с вами встреча будет посвящена оттискам на глине природного материала, то есть травинок, листьев, цветов, бутонов, того, что скоро очень встанет уже в рост и будет бойным светом земли. Ну что же, давайте попробуем и посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. У нас прекрасно, Тимофеевка, трава Тимофеевка уже выпустила свои соцветия. Совсем скоро она зацветет, а пока те самые кисточки, которые у нас есть, они нам очень-очень пригодятся. Для отпечатка на глине лучше собирать более жесткий материал, то есть чтобы на глину вложились жесткие детали растений, листья, стебли и, конечно, соцветия. Ну что же, вот и Тимофеевка уже целый практически букет, все, что надо. Ну а теперь немножко одуванчиков, немножко одуванчиков. Это бутоны одуванчика, это одуванчики, которые немножко начинают уже распускаться, конечно, одуванчики уже вошедшие в пору своего взрослого цветения. Еще нам не хватает, наверное, листьев, листьев одуванчика, которые очень интересны по своей форме, очень характерны, их всегда можно узнать в любом и рисунке, и в оттиске на глине. Я думаю, что вот несколько листочков как раз будет в самый-самый раз. Ну что ж, определенная часть нашей встречи закончена, и я счастлива. У меня столько материала. Я в парке, я в саду, я в лесу, я на природе. Для нас, людей, занимающихся творчеством, материал – это очень важная составляющая. Потому что нет материала, нет возможности делать интересные творческие вещи. Да, конечно, может быть, кому-то это покажется мусором, ненужными вещами. Но для нас это далеко не так, потому что именно из мусора иногда рождаются прекрасные произведения. Давайте вспомним всем известные слова великой русской поэтессы. Когда бы вы знали, из какого ссора растут цветы, неветы, стыда. И это все о нас, о людях, занимающихся творчеством. Я счастлива, и мой чудесный букет даже получился очень большим. Я все думала, что материала будет мало, но его так много, что хватит ни на одну вещь, ни на одно изделие. Тут можно придумывать, придумывать и придумывать, использовать, использовать и использовать. Но, ладно, перейдем от слова к делу. Хотя слова в нашей теме творческой, особенно в теме руководителей творческих объединений, это самое главное, потому что проработав уже многие-многие годы, не одно десятилетие, я очень хорошо теперь понимаю, что преподавание и желание передать свой творческий опыт кому-то – это разговорный жанр. То есть, во-первых, нужно интересно рассказать, нужно заинтересовать. Конечно, показывать я, согласна, познакомить с приемами, но насколько интересно ты расскажешь, насколько ты зацепишь человека тем, что интересно тебе, что ты хочешь ему предложить, вот такой результат у нас и получится. Ну, ладно, давайте перейдем к результату. Начнем работать творчески с материалом. Сегодня нашим материалом будет белоргущаяся глина. Кусок очень большой, потому что я задумала вещь. Я задумала грандиозную вещь. Я хочу сделать красивую тарелку с оттиском из трав. Ведь пройдет лето, наступит осень. И все, что я набрала, весь этот чудесный букет, конечно, уйдет в небытие. Но глина – это тот материал, который сохранит нам в каждое мгновение нашей жизни. Каждый миг общения с глиной останется в ней после того, как она станет керамикой. А керамикой она станет после леджинга. Ну, а сейчас начнем лепить. Берем большой кусок белой глины и начинаем с того, что мы с вами, как обычно, превращаем в шар. Шар – начальная форма очень многих вещей, изделий. Будь то маленьких, миниатюрных, будь то больших. Ведь Солнце – это шар. Например, ведь Земля – это шар. Луна – это шар. И очень много других жизненно важных вещей появляется из шара. Мы стучим шариком на шимпо, делая его ровным. Вы помните, что из ровного куска, из ровной заготовки получается хорошая работа. Из кривой заготовки получается работа кривая. В творчестве, конечно, кривизна – вещь весьма относительная. Но если вы чувствуете, что это не для вас, так значит, надо постараться и сделать все ровненько. Вот наш шарик. И теперь мы превращаем его по обыкновению в большую, огромную лепешку. Потому что я хочу сделать тарелку вот такого размера. Конечно, это гипсовая форма. Это необходимые условия для того, чтобы сделать тарелку. Но не единственное. Можно взять и обычную тарелочку, обычную фарфоровую тарелочку. И воспользоваться разделительным слоем. И тот и другой способ я вам сейчас покажу. Но если кто-то хочет узнать, как сделать гипсовую форму для дальнейшей работы, пишите, пожалуйста, в комментариях. И по тому, сколько их будет, я пойму. Нужно вам показывать процесс приготовления гипсовых форм и подготовки именно к этой части творческого процесса работы с глиной или не нужно. Но пока наша задача сделать ровную, хорошую, большую лепешку. Как обычно, разминая во все стороны, равномерно нажимая широкой стороной вашей ладони на глину, поворачивая руку то вправо, то влево. А если это неудобно, тогда поворачивая кусок глины, а он достаточно у нас жесткий, но пластичный, потому что если глина мокрая, то, конечно, отпечатывать на ней, делать оттиск трав очень неудобно, потому что глина липнет к траве, получается, что на траве очень много налипушек и уже теряется рисунок, теряется графика травы. Если рука устала, меняем руку, меняем руку до тех пор, пока круг наш не станет ровный. Формат готов. Уже практически готов к тому, чтобы начинать перекладывать его на форму тарелки. Но, конечно же, не спешите брать скалку. Нам еще нужна финишная раскатка, но перед скалкой мы с вами берем циклю. Любая пластина из металла, дерева, пластика, но только не картона. И разравниваем вот таким вот образом всю нашу заготовку. Аккуратно, постепенно. Достаточно сильно нажимая, потому что нам нужно выровнять, нам нужно убрать все неровности. Все неровности надо обязательно загладить. Цикль идет по кругу. Обратите внимание на круговые движения по форме нашей заготовки. Вообще в творчестве, в рисунке, в графике, в живописи очень интересен и необходим штрих, мазок и движение по форме. Оно сразу формирует необходимые условия для того, чтобы заготовка, изделие, рисунок, набросок воспринимался правильно. Штрих по форме, мазок по форме, движение по форме определяет и качество, и красоту, и удовольствие от того процесса, которым вы занимаетесь. Поверьте, пожалуйста, мне. Когда вы задумали большое произведение, будь то декоративное, или просто вещь, которая необходима в быту, подарок, или для себя, не забывайте, что самое главное, это ваше настроение, ваш настрой и уверенность в том, что все получится, все будет хорошо и все удастся. Ну что же, вот практически почти и все. У нас получились излишки. Мы собираем их, как обычно, на шар. Он нам еще может пригодиться. А теперь в дело вступает последний наш помощник, это наша скалка. И, конечно же, как вы помните, мы закрываем тканью наш кусочек глины, нашу заготовочку, вот, обязательно расправляя все складки, потому что глина, материал, очень восприимчивый. Она дама тонкой нервной организации, натура трепетная и запечатлевает все на себе, все, что вокруг происходит. Вот, отпечаточки, попадание на нее чего-либо, она впечатывает буквально в себя и сохраняет навсегда. Да, поэтому не забывайте, что финишная раскатка идет по ткани без складок. Можно, конечно, взять фактурную ткань, но тогда ваши оттиски травы и листьев будут, конечно, наложены на фактуру. Об этом тоже не надо забывать, поэтому я взяла сейчас обыкновенную хлопчатую старенькую мягкую тряпочку. Вот, и уже могу посмотреть, до чего же я докаталась. А докаталась я до хорошего, ровного, как бы, образа нашей заготовочки, с которой уже пора начинать делать изделие. Первый способ, как я и обещала, это способ, доступный нам дома, то есть тем, у кого нет специальных приспособлений, а именно гипсовых форм. Мы с вами берем обычную тарелку, формы, какой вы пожелаете. Закрываем ее полиэтиленом в один слой. И берем подставочку, любую баночку. Ставим и ставим. Дальше поднимаем нашу заготовку. А вы помните, что я вам рассказывала. Заготовка большая поднимается путем поднимания ткани, переворачивания на руку нашего пласта. И вот уже наш пласт лежит на руке. Самое главное его теперь сильно не растягивать, то есть быстренько, побыли, быстренько положить на тарелочку. Вот таким вот образом. Видите, мы положили. Положили, а теперь начинаем аккуратно, аккуратно уминать. Мы уминаем аккуратно, аккуратно. Вот так вот, аккуратненько все это кладем, 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 кладем прямо сюда на форму. Получается углубление. Вы видите это углубление, и мы уже в предвкушении большой красивой работы. Совершенно правильно. Но у нас еще впереди много интересного. Старайтесь пальцами не очень сильно прикасаться лучше вот этой частью руки. Почему? Мы все отпечатываем на глине. Потому что как только наши пальчики коснулись глины, они сразу все полосочки вот эти разделительные между пальчиками на глине оставили. «Хотите, пожалуйста, будут руки и травы». Это тоже вариант. Видите, на ходу как бы придумывается всегда очень много интересного. Не нужно как бы стараться следовать тому, что рекомендую я. А вдруг у вас в процессе работы возникает какая-то своя идея. Пожалуйста, используйте. Это самое главное. Потому что моя задача – познакомить, дать возможность, показать приемы, инструменты, способы. А ваша возможность, как автора, додумать, доделать, предложить, что-то улучшить в процессе работы. Потому что материал подсказывает сам. И это очень хорошо. Мы обжимаем по форме тарелочки. Посмотрите, край получается как такая скатерть, свешивающаяся с непонятного углубленного стола. Иногда образуются трещинки. Материал сохнет под теплом наших рук. Тогда в ход идет наша помощница, мокрая тряпочка. Мы руки мочим и очень аккуратненько затираем. Ну, конечно, когда мы затираем водой, то уже фактура, фактура глины становится немножко другая. То есть такое впечатление, что подошел кто-то и обрезал языком. Ну, друзья, тогда нужно работать в 4 раза быстрее. Когда работаешь быстро с глиной, но работать быстро можно только, когда ты уже овладел приемами, это понятно, то тогда, конечно, эффект будет немножко иной. Но в данном случае мы сейчас загнули край. Посмотрите, загнули край. И начинаем аккуратненько, очень аккуратненько зубоочисткой подрезать. Делаем подрезочку, вот такую вот аккуратную подрезочку. Видите, обратите внимание. Разрезаем и аккуратненько по частям ни в коем случае не тяните. Иначе вы сразу потеряете край. Вы потеряете край, он будет рваным, он будет неаккуратным. Ваша задача очень аккуратно произвести эту работу, мероприятие. Ваши движения не должны быть резкими. Ваши движения должны быть, как будто вы пилите глину. И тогда край получается наиболее чистый. У нас получился потрясающий красоты пласт. Из него можно подумать, пофантазировать, но чуть позже. Пока он полежит рядышком. Опять же, в нашем шарике. Вы помните, что глина в шарике. Ну, я испортила, конечно, пласт, извините. Но я не предполагала из него ничего сделать. А вы можете предположить, что из него что-нибудь другое. Ладно, хорошо, поехали дальше. Смотрите, мы подрезали. Теперь обязательным порядком мочим палец и аккуратно затираем край. Это необходимое условие для того, чтобы наша посудина была... Видите, как я кручу на баночке? Не забывайте, баночка пластиковая, вот она, должна стоять ровно. И тарелочка должна стоять ровно посрединке. И тогда, как на гончарном круге, как на турнетке, турнетка такое специальное приспособление для того, чтобы крутить изделие, или как на скульптурном станке, что, в общем-то, одно и то же. Вот, только турнетка крутится гораздо быстрее. Ее используют при росписи по эмали для отведения кругов. Она не имеет электропривода, как гончарный круг, и ножного привода тоже, как гончарные круги, деревянные. Но крутится очень хорошо, когда ее просто крутанешь, и она вращается. У нее там чудесный подшипник и очень хорошая ось. Ну, что, мои хорошие, вот и все, что нужно было сделать для того, чтобы подготовиться к самой важной и ответственной части нашей работы. Это композиция из трав, листьев и цветов. Ну что ж, огромный выбор у нас с вами. Что делаем? А делаем чисто по пятну. Вот смотрим. Страшный-страшный борщевик, который всех жгет до смерти. Но как-то меня пока не обжег. Может быть, потому что он еще мал и не набрался опыта положенного ему. Но большеват. Листик большеват. Хорошо, отложили. Конский щавель. Ну да, может быть, может быть. Вы можете загибать по вашему блюду. Загибать. То есть вы можете делать композицию по кругу. Не обязательно делать ее вот как бы такую регулярную. И с нижнего края до верхнего. Хотя все дело авторское. Чудесно отпечатывается одуванчик. Одуванчик. Очень хорошо отпечатывается огуречник. Но, к сожалению, я его не нашла. Полынь. Замечательная полынь. Да, она еще не вполне распустила и развернула свои листики. Но для оттисков она очень хороша. И, конечно же, наша всем известная сныть, из которой можно сделать и салатик, и борщик, и щи. И скушать ее так. Между прочим, святой великий русский Серафим Саровский питался с нытью. Вот так. Но это, к слову, не относящемуся к керамике. Хотя все в жизни связано. Чудесные одуванчики, которые тоже могут быть отпечатаны. И любимые мои травы. Хочу вам открыть секрет. Чем жестче у вас материал, который вы будете отпечатать, тем качественнее ваш отпечаток. Поэтому я сегодня принесла еще сухоцветы. Сухоцветы. Это статица. Это овес. Это кисточки, не знаю, как называются. Но тоже красивые. И вот такой вот кустарник зонтичный, который растет у нас в парках. Но это уже его сухая вариация. Если вдруг ничего нету такого, а есть цветочек искусственный. Друзья, что бы ни было у нас под рукой, все оставит свои отпечатки на глине. Поэтому не стесняйтесь. Используйте все, что есть. Экспериментируйте, пробуйте. Если не хотите портить свою вещь, то вы помните, наверное, может быть, что мы делаем пробник. А пробник это отдельно взятый кусочек глины. Черновичок, так называемый. На котором мы можем с вами проэкспериментировать. Что будет, если мы отпечатаем вот эту траву? Правильно? Опа! Понятно. Что будет, если мы отпечатаем, например, вот головку одуванчика? Ну-ка, мы ее так возьмем хорошо. Опа! Понятно. И таким образом мы можем проверить, что нам нужно, а что нам не нужно. Ну что же, персонажи для того, чтобы появиться на нашей сцене, выбраны. И начинаем уже отпечатки. Если это сухоцветы, можно взять по частям. И делаем вот так. Смотрите. Придерживая, придерживая, мы прижимаем. Прижимаем очень сильно то, что мы хотим отпечатать. Прижимаем. Все вжимаем очень аккуратно, стараясь, чтобы наши пальцы не попадали в эту работу. Если это живой материал, листик живой, то тогда тоже мы вкладываем очень аккуратненько сюда, на место. И начинаем аккуратно, аккуратно вжимать. Придерживайте обязательно тарелочку, чтобы она у вас не прыгала, не подпрыгивала на ножки. Придерживайте ваши блюда, уже будущее, которое явно похоже на то, что мы хотим. Аккуратненько выжимая. Например, вот так. Я вывожу кончики за пределы моего блюда. Вы можете делать хоть центральную, сцентрованную работу, хоть с выходом во все стороны. То есть вы можете попробовать все, потому что глина материал благодатный. Всегда можно снова превратить все в шар и начать заново. Ну, понятно, что своего труда жалко. Но самое главное, это хорошо проминать. Хорошо проминать. Я придерживаю обязательно пальцами одну сторону, чтобы никуда у меня ничего не упрыгало. Ничего никуда не упало и не вылетело. Я делаю сухоцветами. То есть я делаю и сухоцветы, и живой материал одновременно. Вот посмотрите, буквально вот так. Если сухоцветы колются, а это вполне понятная вещь, никому не хочется, чтобы их вминали по самую-самую макушку в глину, поэтому можно взять разделительный слой, тряпочку, и тогда уже более спокойно и с пониманием уже делать то, что нужно. Так, ну что ж, мои хорошие, вот, наверное, так. Мне не хватает еще несколько травинок, я хочу сюда добавить. Несколько-несколько небольших травинок. Ну-ка, 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 давайте-ка. Хочу сюда травиночку вот так вот вмять вот сюда. Видите, как только я забываю придерживать, у меня начинает скакать. Поэтому не забывайте, когда вы вминаете, обязательно не забывайте придерживать другой край, иначе все у вас вывалится и получится задача номер очень тяжелая. То есть начать исправлять или лучше начинайте все заново. Ну, конечно, степень, как бы, необходимого исправления сразу будет понятна при неприятностях любых, это видно. Вот, ну ладно, раз травочка, два травочка у меня пойдет вот здесь по краешку. Придерживайте так пальцами, чтобы у вас материал не ускакивал. То есть вминаете очень качественно, стараясь не оставлять пальцев. Видите, я сейчас работаю большим пальцем, а не этой стороны руки, потому что у меня мелкие деталечки. Мелкие детали, конечно, нужно вминать по-другому. Ну, вот так вот, да, вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Осторожненько размахивайте руками в разные стороны, несмотря на то, что работу нужно вести быстро, но аккуратно, иначе мы потеряем вообще все, что мы делали. Значит, если вы видите, что нужно что-то добавить, вы добавляете, докладываете, вминаете еще разочек, вминаете. Компонуйте, делайте, то есть композицию своего пятна, в зависимости от того, что получается. Вот, надо маленький кусочек, совсем малюсенький, вот такой, который практически незаметен. Добавьте, добавьте для того, чтобы он продолжал рост травы, чтобы он как бы шел дальше по блюду и уже создавал движение. Видите, что он плохо соединяется с основной своей веткой, значит, закройте соединение его следующим кусочком. То есть вы собираете сейчас композицию, вы рисуете, рисуете на блюде, на будущем, на своем, рисуете графику. Вы сейчас занимаетесь графикой глиняной на глине. Ну, конечно, приемы все те же самые, что в изобразительном искусстве. Композиционное пятно, движение, движение. Если я сухосветы нажимаю, посмотрите, конечно, конечно, они крошатся. Но это не страшно. Суть в том, что после обжига это все уйдет. То есть все натуральные материалы перегорят. От них останется зола. Поэтому не страшно, если что-то у вас здесь вдруг сохранится на вашей тарелке. Ну, это, конечно, не очень красиво. То есть хочется сразу увидеть чистую, красивую работу, какой она будет после того, как уже выйдет из печи. Но хочу еще сюда приложить маленькую травиночку, вот такую вот, вмять ее как следует, туда вот, как следует быть, вмять. Вот так, да? И чтобы она у меня еще выходила вместе со всеми корешками в одну сторону. Ну, задача непростая, но возможная. Вот так. А у вас все получилось хорошо. Все отпечаталось, я надеюсь, все замечательно. Поэтому сейчас мы займемся вот чем. Нам теперь нужно перевернуть тарелочку, чтобы изнаночную сторону обработать. Мы берем ткань, достаточно приличный кусок. Делаем здесь вот такую подушечку. Можно еще и взять кусочек, который мы раскатывали. Тоже будет не лишнее. Кладем вот сюда, вот так вот, очень аккуратненько, осторожненько. Все это хорошо. И закрываем любой плоскостью. Деревянной, пластиковой, арголитом. Чем угодно. Берем внизу рукой, вот так берем внизу рукой, снимая с ножки и переворачиваем на ножку опять. Снимая потихонечку тарелочку. Снимая мешочек вместе с тарелочкой, мы оставляем нашу работу на основе жесткой. Вот она жесткая основа и кверх ногами. Хорошо. И обрабатываем вот этот край. Нам нужна еще ножка. Мы делаем с вами колбаску. Не очень толстую, потому что может оторвать дно. Донышко может оторвать. А наша толщина, наша толщина тарелки не менее полусантиметра, 0,5 миллиметра. Это как всегда. Я уже даже об этом не говорю, потому что много раз мы с вами говорили о толщине пласта. Мы берем кусочек колбаски, сделаем кольцо. И нашим шликером беложгущимся смазываем колечко. Соединяем вместе, получая кольцо ровное. Заглаживаем соединение кольца очень аккуратно пальцами. И примеряем, ровненько раскладываем, где же это все у нас будет. Должно быть посредине. Лучше пусть будет посредине. Если вы хотите, чтобы ваша ножка была шире, значит тогда вы делаете шире кольцо. То есть вы берете колбасу более длинную. Катаете более длинную, более длинную. Вот так вот, более длинненькую. И примеряете, прежде чем оторвать, сколько же я хочу. Уходит, что хотите вы вот так. Хорошо. Соединяем опять же шликером, намазываем место соединения. И очень хорошо, приглашаем, не нажимайте на тарелку. Лучше делайте это все отдельно. Либо на весу, либо рядышком. Рядышком на вашей ткани, на которой вы работаете. Смазали, хорошо. И как обычно, мы намазываем шликером деталь. Мы не мажем блюда. Мы не мажем блюда, мы мажем деталь. То есть мы мажем вот эту ножку. Вот. Намазали. И положили аккуратненько на то место, которое вы считаете необходимым для ноги. Наша тарелочка прогибается. Вот тут вот, вот тут. Очень аккуратная задача наша с вами ничего не поломать. Взяли. Взяли еще одну досочку. Положили. И сделали вот так. Мы прижали ножку, похлопали сверху. Похлопали сверху. Прижали нашу ножку немножко, чтобы не проломить нашу тарелочку. И теперь пальцем или инструментом, любым ножиком, стеком, палочкой от мороженого, мы с вами примазываем внутреннюю часть этой колбаски к нашей тарелочке. Мало того, что мы намазали шликером и приклеили, да еще и пристукнули. Надо обязательно примазать. Это необходимое условие. Иначе, когда начнет сохнуть глина, может все отвалиться. То есть просто получится отскок. Придерживайте колбаску пальцами и очень аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько по всему кругу вы приклеиваете. Уводите все в ноль. Это значит, что нужно шов замаскировать. То, что вы подмазали и промазали пальчиком, прижали. Все это нужно замаскировать. То есть изделие должно иметь хорошую изнаночную сторону. Правильно, мои дорогие? Потому что если вы пользуетесь предметом, на котором зазубрины, какие-то острые края, вы не будете любить этот предмет. Он вам просто будет неприятен. Поэтому старайтесь все, что вы делаете, делать качественно. Это очень важное условие. И для нас, и по жизни. Так, все, мои дорогие. Конечно, если вас не устраивает краечек, краечек тоже можно немножечко пройтись вот так вот аккуратненько. А теперь, а теперь еще одна хитрость. А хитрость заключается в том, что мы берем еще один кусок ткани. Правда, прямо сегодня какой-то тряпичный день. Скручиваем его, посмотрите, вот так вот. Вот так вот мы скручиваем его жгутиком. Это можно сделать и из газеты. И кладем вокруг нашей ножки, которую мы только что с вами приклеили. Для чего? Сейчас объясню. Нам нужно перевернуть блюдо наоборот. Мы берем еще один кусочек, кладем его сверху, руку заводим под пластик, вот сюда под пластик. И еще раз переворачиваем. Мы переворачиваем теперь уже, убирая на подставочку ножку, и кладем просто на рабочий стол. Убираем верхнюю, снимаем одну ткань, снимаем другую ткань. И видим, что наше блюдо сохранилось. Для чего мы подложили жгутик? Для того, чтобы края не оседали. Глина мягкая, и краешки все оседают. Если вы вдруг видите, что одного жгутика недостаточно, крутим второй, и вот так вот очень аккуратненько, очень аккуратненько подставляем под глину, стараясь не очень сильно ее беспокоить. Потому что глина в беспокойном состоянии будет давать трещины. Нам это совершенно не нужно. Ну, а теперь, когда мы уже приготовили все для того, чтобы посмотреть, как же отпечатались наши травы, травы, мы с вами снимаем аккуратненько. Раз. Мы с вами снимаем аккуратненько. Два. Три. Аккуратненько снимаем листочки. Аккуратненько снимаем листочки. И нам кажется, что очень некрасиво. Неправда. Красиво. просто когда уже пройдет время и наши детали подсохнут тогда мы сможем с вами сделать небольшую такую работу называется чернение то есть мы чуть-чуть можем все прожилочки этих цветочков то черни то есть мы можем сейчас мы пока снимаем все аккуратненько вот так вот аккуратненько мы аккуратно вынимаем все зубочисткой все детали которые были вмяты я взяла сухоцвет и конечно у меня задача сложнее чем вынуть живое растение когда сухоцвет и вынимаю что здесь много конечно проблем они крошатся они уже остались пытаются задержаться в глине остаться там жить но тем не менее это можно сделать поэтому используя мой уже негативный опыт сегодня старайтесь брать живую хорошую травинку живой хороший зонтик снытия живой хороший листик полыни борщевика огуречника любую травку тимофеевку мятлик луговой все что угодно но это все нужно конечно понимать как компоновать вот такая получилась у меня тарелочка она плохо видно потому что рельеф все-таки не глубокие травки еще новые мягкие свеженькие они еще пока не приобрели свою упругость прочность не пока еще не жены для такой вот работы но тем не менее я очень хотела за день до лета сделать для вас этот вот вариант керамический поэтому я желаю вам успеха не берите сразу много не берите большой кусок лины берите поменьше сделайте маленькую композицию это тоже хорошо и думаю что вас будут впечатлять цветы травы нового лета пусть все получится все будет хорошо красиво и вам понравится до новых встреч до свидания